Послание Отцу Абсолюта 25 июля 2024 года Семья Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о тех наслоениях трехмерного мира, которые тормозят ваш переход в более высокие измерения. Давайте остановимся еще на одном стереотипе, который лежит на поверхности, но который мало кто замечает, настолько он стал уже для вас привычным. И речь пойдет об отношении к своим близким и родным. У многих людей слово «семья» ассоциируется с чем-то прочным и незыблемым, той крепостью, в которой может спрятаться человек от всех своих неудач и невзгод. Но так ли это на самом деле? Как вы уже знаете, происхождение обитателей вашей планеты невероятно разнообразно. На Землю за получением уникального опыта приходят души самых разных планет и цивилизаций, которые изначально уже в силу своего происхождения обладают не только разным уровнем вибраций, но также заложенными в их гены определенными программами и ментальными установками. В результате в одной семье могут рождаться души столь разного происхождения, что им бывает трудно найти не только общий язык, но даже какие-то точки соприкосновения. Особенно заметным это стало в последние десятилетия, и объясняется это тем, что очень много высоковибрационных душ спустилась на Землю для обретения опыта вознесения в физическом теле и помощи переходу. И поскольку в дальнем мире немного высокодуховных семей, в которых все их члены находятся на едином уровне вибраций, то таким душам пришлось воплощаться в смешанных семьях, в которых им неуютно и трудно найти понимание и истинную любовь. В результате члены семьи с низкими вибрациями, порой даже не имеющие человеческой души, часто используют эти чистые древние души в своих меркантильных интересах и прежде всего в качестве энергетических доноров. Особенно сильно проявляется это сейчас, когда вибрации Земли с каждым днем повышаются, и низковибрационным существам, воплощенных в человеческих телах, становится все труднее выживать в непривычных для них энергиях. Одновременно, если человек с чистой, высоковибрационной душой продолжает цепляться за свою семью, позволяя ее членам пользоваться собой в энергетическом и физическом плане, значит, он так и не сумеет избавиться от довольно распространенного стереотипа трехмерного мира, что семья – это свято. И это вовсе не безобидно, поскольку таким образом семья удерживает этого человека в дуальном мире, лишая его душу возможности приобрести уникальнейший опыт Вознесения, ради которого он и воплотился на Земле. Мы с вами уже много говорили на подобные темы, но теперь посмотрите на все это, как на один из самых распространенных стереотипов, от которого избавиться вам труднее всего, и который многих из вас удерживает от последнего шага на пути к Вознесению. На этом остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Уважаем. 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 Уважаем.